Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Не так давно в городе Санкт-Петербург завершился шашечный турнир «Белые ночи». И сегодня мы с вами рассмотрим микроматч мастера спорта из города Ярославль Ивана Смуркова против якутского шашиста Айсена Егорова. Здорово, Иван! Привет, Олег! Рад приветствовать всех зрителей. Да, вот ребятам выпала такая жеребьевочка. Белая H2 летит на поле F4, черная C7 летит на поле H2. Да, такой довольно острый дебют. И за белых, конечно, есть здесь ход из же H4, но после размена FG5 позиция будет очень плохая, поэтому практически вынужден такой активный размена F5. То есть, соответственно, здесь нужно бить только на F4, в другом случае черные теряют шашку. Ну и если, допустим, вот черные побили, если здесь бить белыми два раза, то, ну вот, перебиться сначала на C5, потом на E5, то здесь возникают очень плохие позиции за белых. Ничья может где-то и есть, но в целом вот примерный вариант сейчас Олег покажет. Натрация покажу, примерный вариант, допустим, играем Bc3, белые играют Bc7, Bc3, Hg5. И черные, видите, охватывают вот эту вот шашку E5, далеко вырвавшуюся вперед. Черные атакуют, Ed6, надо защищаться Fg3. Черные подводят еще одну атаку, видите, Fe7, белые защищаются, Ef2. Еще раз атакуем. Разменялись. H2 черным еще очень помогают. Да, и черные здесь играют GH4, и на любой ход, допустим, AB2 играют Hg3, и в дальнейшем прорываются по правому флангу ослабленному белых, и должны добиться победы. Очень тяжелые позиции здесь возникают. Да, вернемся к началу, получается. То есть лучше бить одну все-таки. Ну и чисто так, визуально больше хочется так побить. Но здесь также черные обладают преимуществом. Теперь вот по моей партии, первую я играл черными, я расскажу, как примерно надо играть. Bc7 я пошел наиболее правильный ход, Bc3 последовало, и Hg5. Я также вот по мотивам только что показанного начинаю охватывать шашку E5. И в партии последовал ход E4. Я думаю, вот чуть ли не роковая уже ошибка. И здесь начинается такой полуфорсированный вариант. Я нападаю E6, Fg3 ход необходимый. Я бью D6 на F4, и еду G5 H4, чтобы давить на фланг. Так, EF2 опять-таки вынуждена, чтобы Hg3 не пошли. Да, Fg3, да. Да, Fe7. Теперь, ну, все остальное тоже не очень хорошо. Да, допустим, посмотрим AB4 и Bc5 за ходом в центр. То есть AB4, GA6, Bc5. И вот размен EF6. И именно вперед с конкретной идеей давления на поле D4 в вариантах. Белые со мной в партии сыграли AB2. Ну, то есть, видите, друзья, уже, допустим, хода D3 здесь нет. Просто отдаем шашку. И затем нападаем, получается, сзади. Белые отходят. И черные остаются с двумя... А, с одной лишней шашкой, да, получается? Ну, да, как вариант. Надо играть AB2. Поэтому соперник мой сыграл AB2. И здесь последовал, с моей стороны, неточный ход Fg5. И после еще там ряда ошибок в цветноте партия все-таки закончилась в ничью, к сожалению. Здесь же у меня был очень симпатичный выигрыш ходом BA5. Я бы сказал, очень красивый выигрыш в стиле Цирика, кроссмейстера. Сначала как раз покажем, вот, выигрыш в стиле Цирика. Это на ход D3. То есть, здесь вообще два хода белых. Ну, два хода, F-E3 и F-E3, да. Да, то есть, на D3 мы выигрываем очень красивым ходом D7. Вот это как раз похоже на фрагмент из партии Маншин-Цирик из Кала, очень похоже, да. То есть, здесь-то уже идея прозрачна, что CB6 нельзя. Но издалека это заметить, ну, очень тяжело, я бы сказал. То есть, CB6, да, нельзя вот из-за такой комбинации. И черный остается с лишней шашкой. Если же белые не проводят комбинацию, то есть, понимают, допустим, играют DATCD2, тогда здесь все быстро заканчивается, просто CD6, ну, и после размена HG5. Если же вместо CD2 сыграют белые BA3, тогда все равно нападаем CD6. На CD2 те же варианты, надо закрываться. И здесь, вот что интересно, D5 не выигрывает, потому что белые играют CB2. И, допустим, на HG5 BA3 и на EF4 уже CD6. И все сходится в пользу белых, как ни странно. То есть, после размена... Выкартывали шашку, но у черных нет ходов на выигрыш, да. Подцветно ты еще и проиграй, случайно. Да-да-да, куда ходить, задумаешься. Да, то есть, вместо хода D5 здесь выигрывает именно FG5. FG5 и, допустим, также CB2, да, теперь просто разменялись назад. Ну и на BA3, либо на FG3, просто D5. Чтобы на ход FG3 была возможность разменяться именно вот таким образом. То есть, на G5 уже черные проиграют. То есть, отдаем сюда, сюда. Никогда не расслабляться, да. Да, и сюда, наверное, побью, да. Да, на F8 нормально. Вот такой симпатичный выигрыш, да. Это после D3. На FG3 здесь... На FG3 не менее красивые варианты, друзья, да. Да, имеются симпатичные моменты. Мы играем CB6 здесь. То есть, грозит... Ну, никаких ходов там типа EF4 нету. Мы просто в даунке пойдем там тоже. То есть, ответственно, нужно выходить CD6. То есть, тогда здесь мы делаем именно ход FG5. FG5, да. Да, точный такой. Теперь, если просто пойдут в дамки белые, тогда BC5 размениваемся. Надо ставить дамку. И тут же мы ловим ходом GF4. И после всех перед боев, во всех случаях, бьем на F4. Куда угодно бы не побили. Да, и у черных F4 за счет центра. Стратегически выигранная позиция, да. Ну, за счет переразвития центра, да. Да, допустим, белые это понимают и сразу в дамки не идут. То есть, играют B3 в ожидательный ход. Тогда еще один такой точный ход HG3. Теперь в дамки идти уже нужно, других ходов нету. Тогда мы тоже просто идем в дамки GF2. Поставили дамку белой и черные. И теперь, видите, грозит ход GF4. То есть, надо как-то реагировать. Допустим, если переставить дамку на F4, белую, B8 на F4. Не, подожди, давай D5 сперва. Красиво, да. Ну, D5 более красивый хотел на потом оставить. Ну, ладно. А, ну давай, давай на F4. Ну, да, да. Сначала такой менее вкусный вариант. Более прозаичный вариант. Тогда мы здесь просто нападаем на дамку своей дамкой с поля G3. Надо как-то закрываться. Ну, и видите, что образуется огромное количество вот таких вот неприятных связок за белых. И здесь просто ходим DC7. И грозят многочисленные подрывы. Ну, а допустим, если белые сами вот так вот досыграют и D6, мы побьем две шашки дамкой. И после всего, всех перебоев просто ловим и выигрываем. Да, тут ничего сложного. В противном случае просто подрывцы D6 бы выигрывал за черных. То есть очень плохая позиция. А вот на D5. Если, как Олег до этого показал, D5, здесь также такой эффектный выигрыш. Можете поджечь. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за черных. Очень симпатично, да. Можно, да. Вот. Выигрывает ход АБ4. Ну, шашкой А3 бить бесполезно. Там очень много у черных шашек будет лишних. Надо бить на C7. Бьем на C7. Белые... Ой, черные бьют две шашки дамкой. Ну и видите, нужно как-то идти нападать снова, потому что других ходов особо не видно. Обычные БА5. Белые еще сопротивляются, да. Здесь, конечно, можно и ходом БЦ5 выиграть, но можно намного проще и намного изящней. Поставили дамку на F6 за счет свободного темпа и нападение, после чего... Очень необычная идея, да. Все силы белых гибнут. И дамка потом тоже ловится. Ну и на ЕДИ-4 получается еще можно сюда. Можно под бой побить, можно просто, да. Так, получается, лучше побить сюда. И тут две шашки справляются с одной шашкой белых. Допустим, сюда, 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 сюда и сюда. И черные побеждают. Да, вот такие варианты были в первой моей партии. Сейчас Олег покажет коротко вторую партию. Вроде все показали, да. Вроде бы, да. Во второй партии Иван играл белыми и тоже так же сыграл F5. Наиболее сильнейшее продолжение. Черные бьют. ДНФ4. Побили, побили. Мы уже говорили, двойной перебой бить плохо. Лучше побить на Е5. Айсен Егоров сыграл BC7. И здесь Иван предпочел играть не BC3, а AB4. Друзья, кстати, этот ход более сильный. Тут Иван применил интересный план, который я сейчас хочу показать. Ну, а на AB4 черный играет HG5. И вот здесь компьютер советует два хода. BC3 и F4. Давайте рассмотрим оба. А Иван сыграл BA5. После BC3, возможно, следующий такой форсированный вариант. ED6. Надо закрываться. Ну, получается, меняться. Другого нет. Черные бьют шашкой H2 на F4. И затем нападают GH4. У белых проблемы с их правым флангом. Но находится точный ход GF4. Все остальное намного хуже. Тогда черные связывают левый фланг белых. И видите, преимущество черных трансформировалось в связку левого фланга белых. Далее возможен такой форсированный вариант. ED4. GF6. И на AB2 черные играют CB6. Грозят сыграть BC5 и выиграть шашку. Но белые тогда сами жертвуют шашку и нападают. Хотят отыграть ее. Черные меняются вперед. Ну, и здесь далее возможно. EF2, DE7, FE3, ED6. Белые нападают FG5. И здесь, как ни странно, уже проигрывают FE5. То есть, вот если в цветной те черные так сыграют FE5, это уже проигрывает. То есть, белые играют GH6 и получается такой своеобразный цукцванг. На любой ход белые проводят комбинацию. То есть, ED4. Поэтому у черных остается единственный шанс. Это отдать две шашки ED4 и сыграть CD4. Ну и в этой позиции у белых огромное преимущество. Потому что у черных две бортовые шашки. А5, H4. Ну и кроме того, отсталая шашка H8. Скорее всего, белые тут победят. У белых огромное преимущество. Ну, если в этой позиции черные правильно играют ED6. И после FG5 меняются назад. То есть, FE5 играть плохо. Здесь уже все-таки тоже находится ничья. Белые отыгрывают шашку вот таким образом. Но черные успевают сделать пробежку по правому флангу белых. Белые также идут с дамки. И черные нападают. Надо закрыться. И черные играют на H2. Белые играют на B8. Черные играют GF6. Ну и на ход DC3. Белые грозят следующим ходом поймать дамку черных. Черные играют FE7. Ну и в ответ на ловлю. Сами ловят дамку белых. И партия заканчивается ничьей. Вот такой сложный вариант есть после хода. Получается BC3. После хода EF4 не менее сложная ничья. Может быть даже еще более сложная. Причем без шансов на выигрыш за белых. То есть надо меняться на F4. Тогда черные нападают B5. Ну и после размена CD2 бьем на D4. Черные строят упор. Для размена на C5, CB6. Белые играют AB2. Черные разменялись. И начинают окружать хашку белых E5. Поэтому белые играют DC3. И черные нападают. Надо играть ED2. Размен. И черные играют D7. Видите. Нападать белым нельзя. Очень хочется. Но нельзя. Потому что идет комбинация простая. ЖF6 и Fe5. И белые проигрывают. Поэтому в этой позиции конечно же после D7 нельзя нападать. Надо играть DC3. Тогда черные снова нападают. Ну и у белых безрадостная позиция. Компьютер говорит, что надо жертвовать шашку. И играть именно B3. Вот здесь еще у белых есть шансы на ничью. Но такую позицию не хочется играть. То есть мы с вами рассмотрели оба плана игры за белых. Все очень печально. Иван, тебе вот хотелось бы играть такие планы? Мне даже эту жеребевку не хотелось бы играть больше. Да. Но вот здесь Иван нашел более прикольный план игры. То есть сыграл B5. И как оказалось не зря. Ну здесь получается ISN сыграл G6. А был возможен интересный вариант. Допустим, черные играют GH4. Белые играют BA3. Именно таким образом. То есть если играть BC3, тогда шашка Е5 подвергается окружению. И белые проиграют. Надо играть именно BA3. Ну здесь возможен такой вариант. ED6, ЕF4. Есть два хода. BC5 и FE7. Кажется, что можно и так и так сыграть. Но на самом деле здесь правильно играть только BC5. А вот FE7 уже играть хуже. Потому что белые успевают сыграть DC3. И смотрите, на ход BC5 уже играем CB4. Черные думают, что нападем на шашку, выиграем. Но белые делают неожиданную присоску. FG5. То есть две шашки бить бесполезно. Белые пройдут в дамки. Поэтому приходится бить одну. Тогда белые нападают на шашку. На шашку уже 7 надо отходить. Снова нападают. Ну и если черные отходят. Проходим в дамки. И белые должны победить в этой позиции. Очень красивая новая идея. Да. Неплохо. Неплохо, да. То есть в этой позиции все-таки более правильно играть BC5 именно. Тогда уже белые не успевают DC3. Из-за банального нападения CD4. Поэтому приходится играть AB2. Черные играют FE7. Ну и здесь возможен такой форсированный вариант. DE3. И здесь есть два хода. EF6 и GH6. Если черные играют EF6. На самом деле это очень плохо. Мы тут с ребятами сидели. С Иваном. С Арсением ценовым. И нашли вот такой прикольный вариант. ED2. Белые жертвуют шашку. Ну и здесь надо пожертвовать еще одну шашку. И провести вот такую мини комбинацию. Здесь приходится черным меняться. И белые форсировано получают позицию с огромным преимуществом. Покажу несколько красивых вариантов. Бетс3. АЖ7. CD4. CD6. Белые меняются назад. Ну надо FE5 рано или поздно играть. И белые играют DE3. Черные играют GF6. И белые устроят упор для будущего размена. То есть грозят сыграть FG3. Черным надо играть FG5. Белые нападают. Надо отходить. Еще раз нападают. Надо жертвовать шашку и играть HG3. Белые играют EF6. Черные жертвуют шашку и ставят дамку. На самом деле очень страшная позиция за черных. То есть без двух шашек. Кажется, что позиция проигранная. Но здесь есть очень тонкая ничья. Например. FG7. AB6. Черные грозят подорвать пункт D4. И добиться ничьей. Но белые жертвуют шашку и сами нападают. Ну и здесь прикольная ничья есть. Можете поставить видео на паузу. Попытаться ее найти. За черных. Черные неожиданно играют GF2. Присоска. Шашкой бить бесполезно. На B4 бить бесполезно из-за хода А5. И черные легко добьются ничьей. Поэтому белые бьют на А3. Здесь надо сделать нападение дамкой с поля Е1. Белым надо жертвовать шашку. И сыграть ДЕ5. Ну и вот здесь, друзья, очень тонкая ничья. Хочется сыграть дамкой на С3. Но на самом деле это проигрыш. Закрываются ЕД4. Ну и допустим на отход дамкой на поле Е1. Играют Е6. И постепенно проводят все три шашки в дамке. Затем либо отъедают шашку Б6. Либо загоняют ее на поле А5. И получают выигранные позиции. Так называемые боевые позиции. Очень хорошо это окончание разобрано в великолепной книге трехтомники Максима Федорова. Гроссмейстера из Нижнего Новгорода. Энциклопедия Эншпиля. Но здесь была ничья. Надо черным было сыграть именно на поле Е1. Теперь белым надо играть на поле Ф8. Ну других ходов особо не видно из-за нападений. Но тогда черные отдают шашку. Так, прошу прощения. Черные тогда здесь играют Б5. И допустим, если белые начинают вести шашку. Тогда уже жертвуем шашку под АБ4. И занимаем большую дорогу с ничьей. Ну тут возможны усиления за белых. Но все-таки такой тяжелый Эншпиль. За черных. Поэтому ход Е6 это слабый ход. В этой позиции, конечно же, надо играть Ж6. Тогда здесь белые играют СД2. Ну и на самом деле здесь нет разницы. Либо сразу же меняться Е6, либо играть АЖ7. Разницы нет. Допустим, АЖ7, ДЦ3. Черные меняются назад. Белые играют СБ4. Друзья, подорвать пункт Д6. Поэтому надо играть Е6. Белые нападают. Черные отходят, допустим. И белые также уходят на борт. Здесь можно сыграть либо ДЕ7, либо Е4. Но мне кажется, Е4 более логичный план. В любом случае, тут возможны только две позиции. Белые играют БЦ3. Но здесь есть два плана игры за черных. После ДЕ7 белым лучше всего разменяться. И в ответ на нападение надо сыграть АЖ7. Спасает присоска. А вот ДЦ5 уже отходить это проигрывает. То есть черные закрываются. Ну и здесь форсировано получается следующий вариант. То есть ЕФ2 нельзя из-за банального ФЖ5. И черные оказываются в дамках. Поэтому приходится играть ЕД2. Тогда черные играют ЕФ4. Ну допустим ДЦ3, ФЕ3. СД4, ЕД2. Белые меняются. Черные ставят дамку на Е1. Ну и легко побеждают. Ничего красивого нет. После АЖ7 черные бьют вперед. Лишняя шашка. Тогда белые играют ДЦ5. Горзят сыграть СБ6. Закрываться надо. Тогда белые играют ЕФ2. Прошу прощения. ЕД2. Черные играют ЕФ4. И белые... ЕФ2 все правильно. А подожди. ЕФ2, да? С идеей построить колонку. Чтобы не было допустим хода ФЖ5. И за АБ6. А да, да, да. То есть ЕФ2 и на ход ЕФ4 уже играем АБ6. И грозим сыграть БЦ7 и ЦБ6. Черные это видят. И играют ДЕ5. И вот здесь очень красивое продолжение. Допустим, после ДЕ5 белые хотят прорваться в дамки. И черные выиграют, друзья, уже вторую шашку. Белые поставили дамку. Но черные играют АЖ5. Кажется, что белым не сдобровать. То есть ходов практически нет. Но здесь находится неожиданный ход ЖФ2. Только он спасает. Обратите внимание, что здесь черным нельзя ставить дамку. Потому что они еще проиграют. Белые проводят вот такую комбинацию. Играем АВЖ3. Затем АБ4. И в этом окончании белые должны победить. Поэтому будьте внимательны до конца. Но черные здесь играют ЖФ4. И можете поставить видео на паузу. Попытаться найти ничью за белых. Она здесь тоже довольно-таки симпатичная. Белые играют ФЖ3. Ну и в какую сторону бы черные не били. Затем белые проводят такую комбинацию. АБ4. СД6. Забираем 4 шашки черных с ничьей. Так. В этой позиции еще возможен вариант ДЕ7. То есть после ДЦ3 черные могут сыграть не ФЕ5, а ДЕ7. Так, прошу прощения. ДЕ7 мы рассмотрели, да. ФЕ5. После ФЕ5 белые играют уже ФЕ3. И здесь форсировано возможен такой вариант. ДЕ7, ЕФ2. ЕФ6. Надо меняться назад. И после хода ФЕ5 очень хочется пожертвовать шашку. АБ6 и сыграть ДЦ3. Кажется, что белые выигрывают. Но это кажется только на первый взгляд. На самом деле побеждают здесь черные. Черные не только отжертвовали лишнюю шашку, но жертвуют еще одну шашку щедро. И выясняется, что уже белым остается только сдаться. Поэтому шашку здесь жертвовать нельзя. Надо меняться. Ну и здесь черные продолжают давление. Меняются ЦБ6. И здесь очень тяжелая позиция за белых. Но есть все-таки ничья. Единственное. ЖФ2. И на АБ6 надо найти очень трудный ход. ФЕ3. А вот ДЦ3 уже проигрывает. Именно ФЕ3. Черные играют, допустим, БА7 сильнейший ход. И белые играют ДЦ3. Черные разбивают позицию белых. И у них остается преимущество. АБ6, ЦБ2. БЦ5, БЦ3. Черные нападают. Белые отходят. Ну и здесь форсировано встает вот такое окончание. Черные ставят дамку. Сейчас дамку ставить нельзя белым. Потому что она будет тут же поймана. Приходится жертвовать шашку. Теперь белые ставят дамку. Но черные играют с ЖФ6. И грозят поймать дамку белых. Поэтому белые отходят. И черные ведут шашку в дамки. Белым надо играть только на поле Ж1. И черные здесь еще продолжают давление. Играем на Ж3. И на нападение закрываемся. Надо отходить на Н2. И черные уходят на поле С3. Но здесь все-таки оказывается ничья. Белые играют с ЖФ2. Черные дамкой на А3, допустим. Белые играют с ФЕ3. И черные играют дамкой на Е7. Белые играют с ЕФ2. И видите, друзья. Если бы дамка черных была на полях Н8 или Ж7. То это выигранное окончание. Но здесь черные не могут перевести дамку за свою шашку. То есть это получились бы позиции после проводки шашки Е5 в дамке. Проводка шашки С1. В данном случае Ф8. Это выигранное окончание. Я их разбирал. Кто не знает, как выигрывать. Проводить шашку С1. Ссылку оставлю. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. А вот здесь черные не могут победить. То есть надо перевести свою дамку на полях Н8 в Ж7. Но здесь это не получается. Поэтому белые все-таки достигают ничьей. Так. Вроде бы все варианты показали. Да, Иван? Интересные. Ощущения, да, что все показали. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, наше видео кому-то поможет в практической игре. До свидания, друзья. Иван, спасибо. Спасибо за показанные варианты. До новых встреч. Да, и друзья, такая небольшая рекламка тоже. Иван Смурков тренирует шашистов. Если хотите потренироваться, то пишите ему ВКонтакте. Ссылочку оставлю в описании этого ролика. Ну и могу еще в комментариях закрепить. Да, спасибо. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной доске.